Добрый день, Дмитрий Дворохарьков, ВНОХ, глава ВАЭРА, не ВАЕРА, а ВАЭРА. Я обратил внимание, что в Ютубе уже мы вещаем пятый год, то есть вот эту конкретно главу недельную пятый год мы обсуждаем. Ужас, какие мы старые, Алекс, наш старожил, который знает, чем мы занимались пять лет назад. Поэтому не первый год мы ее разбираем. Разбирали эти казни, классификацию. И, собственно, большинство казней мы разобрали очень подробно. И начало главы, и конец главы, и роль Аарона и Маше во всей этой истории. И про свободу выбора фараона мы тоже рассуждали. Много всего. Поэтому мне пришлось найти что-то новое, интересное, что мы не обсуждали раньше. Надо сказать, что начнем сегодня мы с Зарашемшона. Я выбрал его Маамар, либо статья, либо эссе номер пять. У нас сегодня, как всегда, есть даже спонсоры. Это Инна Станиславовна. Спасибо большое. Как всегда, наши друзья из Черкасс. Катя и Петр. А также хочу посвятить этот урок выздоровлению Татьяны, дочи Василия. Человек ушел, шел, шел, по льду упал и проблемы какие-то. Надеюсь, что этот урок принесет выздоровление всем болеющим. Все сидящие станут ходить. Все плохо видящие станут очень хорошо видеть. Все, что обещал Зарашемшон, случится в очень ближайшей перспективе. То бишь, сегодня вечером. Зарашемшон номер пять сегодня интересный. Чтобы понять Зарашемшона, я перед тем, как открою демонстрацию экрана, надо представить, в каком контексте он будет рассматривать наш пасук. Сначала мы попытаемся понять пасук, который он нам расскажет, а это Шмот 6.25. После этого мы попытаемся понять Раши на этот пасук. Очень странный Раши. А дальше Зарашемшон предлагает нам хидуш. Хидуш, который стоит повторять, повторять и повторять. Очень интересный хидуш. Начинаем. Я думаю, стоит 6.25 уже, наверное, открыть демонстрацию экрана. 6.25. Вот этот пасук. Контекст, в котором упоминается этот пасук. Очень странный сам по себе отрывок, параграф на английском, на иврите Пороша. Мы будем называть это отрывок. Почему он странный? Потому что контекст непонятен. Вот видите, он только 25-й пасук. В самом начале недельной главы у нас идет общение Маше со Всевышним. Дается много интересной информации, каким будет образом происходить спасение ибрейского народа. Потом резко, ни с того, ни с сего, Всевышний решил напомнить нам, как будто мы забыли, откуда произошел Маше Рабейну и Арон. И, казалось бы, можно начать с Леви. И, нет, Тара рассказывает нам родословную сначала Ревена, которую мы знали уже 10 раз, особенно глава Вайгаш. Дальше родословную Шимона, это мы тоже прекрасно знали. Ну и дальше Леви, и все. Только три колена Израиля были рассказаны. Очень странный пасук. Он резко прерывается, этот пасук, вернее, кусочек отрывок, параграф про родословную. И дальше идет уже по плану все, что касается казней египетских. То есть, сам по себе странный отрывок про родословную Маше, а внутри этого пасука, вернее, отрывка странного, существует еще один странный пасук, 6.25. Двойная странность. Странный кусочек про родословную и странный пасук внутри этого 6.25. А вот этот пасук. Можно его, конечно, читать на иврите. Если будет очень важно, я буду читать на иврите некоторые вещи, а в основном будем пользоваться переводом, который имеем. В. Э. Лазар. Видите, это имя очень легко читается. Даже те, кто только начинает учить иврит. Бен Агарон, то бишь Элазар, сын Агарона. Л. 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 Взял себе, тут интересно, видите, Л. Взял себе мебнот Путиэль. Это наше слово, которое мы сегодня будем разбирать. Путиэль. Он взял себе из дочерей Путиэля. Л. Л. И. Ш. Второе раз слово Л. Себе в жены. Очень интересно, зачем написано Л. 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 И. Ш. Взял себе, себе в жены. Видите, два раза слово себе. Л. Л. В данном случае такие вещи любит объяснять урахай Макадош. Но сегодня мы изучаем Зарашемшон. Л. Л. И. Ш. В. Т. Л. 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 Т. Л. Это родила. Л. Е. М. Третий раз слово Л. Это Пинхаас. Вот тот самый человек, который стал единственным в истории Коэном по своей собственной инициативе. Пинхаас. Э. Л. Ну, дальше уже нам не особо интересно. То есть Элазар, сын Арона, взял себе из дочерей Путиэля. Переводчик думает, что мы тупые, поэтому в скобках написал одну из них, чтобы мы не подумали, что он всех себе дочерей сразу взял. Очень интересно, о чем думал переводчик, когда это писал. Себе в жены, и она родила ему Пенхаса. Переводчик поставил точку. Ну хорошо, это главы отчих домов, Левиим, по их семействам. Когда мы это прочитаем, мы видим странность. У нас появился персонаж по имени Путейль. Вроде бы раньше его не было. И зачем нам эта информация про Элазара и про Пенхаса, который родился? Вообще-то рассказ про Машера Бейну и Аарона, которые будут делать сейчас очень скоро первую кастель. Бить Нил, превращать воду в кровь. И когда нам рассказывается, кто такой Машея, кто у него была мама, кто у него был папа, я прекрасно понимаю. Зачем нам здесь вставлять внутрь ордословно Машера Бейну еще и рассказ про какого-то Элазара. Это не просто про него рассказок и про его сына Пенхаса, что, собственно, можно понять. Все-таки Пенхас это был человечище. Но нам, подозреваю, что-то интересное сообщают, когда рассказывает, кто была его жена Элазара. Жена Элазара, то бишь мама Пенхаса. И имя мы ее здесь не знаем в тексте Торы, надо искать Медраши. Но зато знаем, кто был папа этой женщины. Она была одна из дочерей Путиэля. Кто такой Путиэль? Не знаю. Если вы поищите, пока у нас такой информации не было. Вроде бы похоже такое на еврейское имя. Ариэль, Путиэль, Даниэль. Является ли он известным человеком? Ну, конечно же, здесь влезает в эту историю Раши и объясняет нам Мебнот Путиэль. Вот я выделю желтым цветом. Здесь мы его выделим желтым. Ну и тут пусть желтым. А Пенхаса для разнообразия выделим зеленым, чтобы он нам пока не мешал. И Раши говорит, кто такой Путиэль? Ведь это очень интересно. Мизера и Тро. Вот это Мизера из семени, из потомков. И Тро. А И Тро мы персонаж знаем очень хорошо. Недельная глава даже есть. Самый человек, самый-самый страдающий деменцией и потери с геймером и вообще все болезни вне сельзятые. Он вспомнит такой И Тро. Дальше. Шепитэм. Вот это интересный глагол. Его надо выделить зелененьким цветом. То бишь этот И Тро что-то делал под словом Питэм над Агалим. Агалим это просто. Есть золотой телец Эгель-Хазагав. Эгель. Обомноженном числе тельцы. Агалим. Агалим. Ле Аводазара. Видите, акроним. Вот буква Алиф это Авода. Буква Зайн это Зара. То есть для идолопоклоннических нужд. Вот такой интересный Раши. Но это половина только предложения. То есть мы видим, что Путиэль оказывается это И Тро, который кормил или откармливал, выращивал тельцов для Аводы Зары. Ужас какой. Вот кто такой Путиэль. Но Раши ставит запятую и говорит «У, мизера Йосеф». И также этот Путиэль из семени Йосефа. Ну понятно, что это не Йосеф Путиэль. Имеется в виду вот эти дочери Путиэля. Они из семени Йосефа. Мизера Йосеф. Щепитпет. Такой интересный глагол. Я его тоже выделю зеленым цветом. Но уже другое значение. Питпет это значит сопротивился, не хотел делать, сопротивлялся. Щепитпет б Ицро. Своему Ицру. У нас есть слово Ецер. Мы, как правило, сталкиваемся с вами с словом Ецера Гара. Дурное начало, дурное влечение. Но есть также Ецератов. Хорошее влечение, хорошее начало. Но, как правило, если человек умеет обращаться со своим Ецером, в нужных случаях прикручивать, а в нужных выкручивать, то он управляет своим Ецером. И неважно, Ецера то, Ецера Ра, плохое начало, дурное начало. Поэтому здесь, конечно же, имеется в виду, что он управляет своими чувствами и эмоциями. И он умеет победить свое дурное начало. Поэтому два персонажа мы видим у Раши. С одной стороны, Раши говорит, что дочери Путиэля – это Итро, который кормил тельцов для воды Зары. С другой стороны, говорит Раши – это Юсеф, который совладал со своим Ецером, со своим дурным началом. Можно замечание здесь? Да, конечно. Никто не заметил, что там тельцы, которые у Итро, и символ Юсефа – это бык. Тут есть какая-то взаимосвязь, возможно? Может быть, есть. Можно подумать. Подумай. У нас сейчас есть 15 минут на урок, а потом мы обсудим. И пока я буду кофе делать. Как вы думаете, какая версия ближе Раши? Ему нравится больше версия Итро или версия Юсефа? Вот я вам Раши уже всего прочитал. А, кстати, даже русский перевод есть. Я забыл даже про русский перевод. Смотрите. Из потомка Витро, который назван Путиэлем за то, что откамливал Питтем кельцов для служения идолам, и с потомком Юсефа, который привознул. Как вы думаете, кто такой Путиэль? Из потомка Витро или с потомка Витро? Проблема. Там могла быть мама с одного колена, а папа с другого говори, наоборот. Проблема. Есть трактат Талмуда Бава Батра. И на самом деле там существует три мнения. Первое мнение из потомков Итро, точка. Второе мнение из потомков Юсефа, точка. Третье мнение и то, и другое. Вы спросите меня, как такое может быть? Не бывает у человека две мамы? Конечно, у одного человека обычно одна мама, говорят мудрецы. Но мы должны помнить, что мама может быть потомок одного человека, а бабушка, то бишь мама мамы, может быть, из потомков другого человека. Вот уже спор в Талмуде, кто ближе поколения Чьего Юсефа, ближе к дочери Путиэля, либо поколение Витро, это уже вопрос. Но очевидно, судя по тому, что написал Раши, Раши очень нравится третья версия, что внутри кровь Пинхаса текла и кровь Итро, и кровь Юсефа. Видите, он просто взял, написал через И. Вот это И, мы его даже выделим красным цветом. Из потомков, из семени Итро, и из семени Юсефа. Я думаю, что Раши как раз и выступил за то, что Пинхас имел такое двойное происхождение. Уже мы можем спорить, как это было, уже технически, это технические детали. В этом мы сейчас с вами как бы поняли, о чем послуг, и мы поняли немножко Раши. Приходит Зера Шемшон и говорит ужасную, интересную вещь. Говорит, ребята, мы с вами учили несколько раз, что нельзя обижать Гера, напоминать ему прошлые поступки плохие. Человек стал евреем вчера, а неделю назад он ел, извините меня, сало килограммами. Имеем ли мы право сегодня сказать, уважаемый, сейчас ты Даниэль, а вчера был Дмитрий, ты позавчера жрал сало, извините меня. Нельзя категорически, все мудрецы запрещают это делать, вы обижаете, унижаете человека. Как здесь нам Тара, Раши и Талмуд имеют право обижать Итро? Вы представляете, что здесь написано? Здесь написано Итро, который прошел дию, который сказал, что бог Израиля самый сильный, там написано буквально был самый годоль из всех богов, это уже отдельный вопрос, почему он так сказал, но он якобы прошел дию, во всяком случае, его семейство появляется в земле Израиля после перехода туда еврейского народа. И зачем сейчас мы напоминаем Итро о его прошлых нехороших поступках? Мы же его обижаем, мы обижаем Итро, мы обижаем все его поколение. Как можно человека, прошедшего дию, называть по поступкам нехорошим из прошлой жизни? Ну и что, что он откармливал тельцов для Вадазара? Ну и что? Можно было вообще, если Раши был человеком богобоязненным, а мы понимаем, что скорее всего он таким и был, даже сто процентов он таким был, то можно было проигнорировать про Итро и просто вторую часть оставить, смотрите, вот про Иосифа, прекрасно, хвалить можно, ругать нежелательно. Дальше, конечно, Зара Шемшон спросит о доказательства. Доказательства вот Бава Мэтьея 58Б. Есть такое понятие, называется О на А, лучше мы напишем на русском. О на А, я не знаю, как это по-русски перевести, тут обман, но это не совсем обман, это введение в заблуждение. Существует множество типов обманов, есть финансовый обман, денежный обман, покупка-продажа, а есть так называемая О на А словами, когда вы обижаете человека словами. И Мишна приводит несколько примеров такого плохого О на А дворим, словесного обмана. Один из них вы, наверное, знаете, на наших уроках мы часто использовали, что продавцу нельзя сказать, сколько вы продаете товар, если не хочешь покупать, не задавай дурацкие вопросы, говорят мудрецы Тори. То есть ты спрашиваешь, сколько стоит, у продавца возникает идея, что ты хочешь что-то купить, и ты морочишь ему голову. О, кстати, хорошее слово, не обман, а морочить голову. Мишна приводит и другие примеры, помимо финансовых. Вот еще два примера. Один я выделил жирным, а второй – человек, который сделал тшууу. Вот этот первый вариант явно про, если один сделал тшууу, то другой не может ему сказать, вспомни, как ты ел сало. Это точно про Итро. А второй вариант я выделил, если один сын Геров, это точно про дочь Итро. Видите, тут два разных человека, два разных поколения. Один сделал тшууу, либо прошел геюр, а второй – это уже сын или дочь, которые появились у Гера. Даже в дочке, которая хорошая, которая соблюдающая, которая, извините меня, может быть, даже родилась в животе, уже прошедшей геюр мамы, все равно ей нельзя напоминать о том, каким был папа. Вы понимаете, что здесь два разных запрета. Ну и приводится ссылка, шмо 22.20, откуда это взято. То есть Зер Ашимшон говорит, вы видите противоречия? Бава Матсия 58b говорит, что нельзя вспоминать деяния предков. А Бава Батра 109b говорит, что Итро кормил тельцов для служения идолов. Мы его здесь обижаем. Причем Бава Батра – это раньше был один трактат толстенный Талмуда, Бава. Потом его разбили на три. Кстати, они его разбили на три, а от этого он тоньше не стал. Это очень толстые трактаты Талмуда. Бава Батра, Бава Матсия. И что делать? Какой из трактатов Талмуда прав? Вывод Мишны – нельзя обижать героев, это закон. И мы должны как-то понять, что тогда имел в виду Раший, почему он это написал. Мы знаем, что если человека унизить и обидеть, особенно публично, то это подобно убийству в реальном времени. Как будто человека убивают, пускают ему кровь. Особенно опасно унижать публично. На ибрите есть два слова для публичности – Бэ-Рабим и Бэ-Форессия. Я сто раз пытался у Равинов спросить у мудрецов Торы, чем отличается публично Бэ-Рабим и публично Бэ-Форессия. И никто не давал мне ответ. Пришлось найти самому. Причем я нашел это сам совершенно не у мудрецов Торы, а у одного из специалистов по Древней Греции. Это очень интересно. Для того, чтобы найти ответ, который, собственно, надо задавать вопрос у мудрецов Талмуда, они не знают. Мне, как правило, не давали. Трех или четырех я человек спрашивал, что такое Бэ-Форессия, то бишь обижать публично, и чем она отличается от Бэ-Рабим, обижать публично. Ответ очень прост. Бэ-Форессия – это греческое слово. То есть Бэ-Рабим – это ивритское слово, Бэ-Форессия – публично – это греческое слово. Оно такое странное, но тем не менее оно встречается в тех источниках Древней Греции. Этим словом называли то, когда царя, такого, например, Александра Македонский, любого греческого царя, обижал кто-то публично в присутствии других. Вот это называлось Бэ-Форессия. То есть, очевидно, мудрецы Талмуда так понравилось это слово. А мы знаем, что у нас очень много греческих слов. Начиная с ангидрина – это греческое слово. Начиная с сандака, который на коленях держит ребенка при обрезании. Сандак – это тоже греческое слово. Колени означает. И так далее. У нас не только олимпиады демократии, а у нас половина всех ивритских слов – это все Древняя Греция. То, которое успешно победили во времена Хануки. И поэтому Бэ-Форессия – это греческое слово. И оно означает абсолютно то же самое, что и Бэ-Рабим. Публично нельзя обижать человека. Нельзя Геру говорить, что он в прошлом был плохим человеком. И что нам тогда делать с этой проблемой, говорит Зера Шимшон? Ответ Зера Шимшона и сразу же Хи-Душ. Хи-Душ. Дело в том, что говорит Зера Шимшон. Вот просто почувствуйте вкус Зера Шимшона. Какой же он молодец. Он говорит – Пу-Ти-Эль. Алекс, а куда ты пропал? Это… Мы вас ждали. Добро пожаловать. Непонятно. Мы готовы продолжать. Перегрузить. Это зум, наверное, там какой-то египетский начальник отключает нам провода. То есть греческий, но египетский тоже с греческой фамилией. Египтянин. И мы Хи-Душ делаем Зера Шимшона, который пытается ответить на вопрос, заданный ранее. Он говорит, слово Пу-Ти-Эль – это слово, которое… Кстати, я думаю, что перегрузка из-за демонстрации экрана. Я буду чаще ее выключать. Пу-Ти-Эль – это слово совершенно не имеет негативного контекста. В слове Пу-Ти-Эль мы видим похвалу и троп. Как вам это нравится? Это надо так перевернуть Раши. Почему это так? А потому, говорит Зера Шимшон, что Пу-Ти-Эль забыл, что такое поклонение идолам. Но в тексте в Раше мы видим совсем другое. Откуда мы знаем, что он забыл поклонением идолам? Зера Шимшон говорит все очень просто. Существует слово Пу-Та. Пей-Ва-Тет-Хей – Пу-Та. И это слово Пу-Та означает Ши-Хэ-Ха – забывание. Лешкоах, наверное, все знают, кто учат и в Ри. Забыть Лешкоах. Поэтому Пу-Та – это Пу-Ти. Я забыл. Дальше он думает, что мы с вами очень умные и знаем наизусть Шаббат. Трактат Талмуда Шаббат. И он говорит, есть слово Пу-Та, но не с буквой Тет, а с буквой Та – Пу-Та. И в трактате Шаббат это совсем-совсем другое слово. Ши-Хэ-Хам, то бишь забывание, это Пу-Та с буквой Тет. И получается следующее, как Зер Ашемсон говорит. Пу-Ти означает, Пу-Ти забыл, Эль – Бог. Забыл чужого Бога. Либо второе значение, забыл Аватазара и прилепился Кашем. То есть слово Эль можно попробовать перевести как Божок, идолопоклонически. И тогда Пу-Ти забыл этого Божка. С другой стороны, можно перевести, как забыл Аватазара и прилепился уже к настоящему Всевышнему. Кашем. Прекрасно просто. Зер Ашемсон нам взял и перевернул. И как тогда понять? Промежуточный вывод от Зер Ашемшона. Он говорит следующее. Талмуд и Раши точно не намеревались оскорбить, унизить Итро. Ни в коем случае. Наоборот. Они его похвалили. На самом деле, это фантастический пируш Раши, ой, пируш Зер Ашемшона. Я бы точно так не понял Раши, который сказал, что, оказывается, Итро кормил телян. А теперь... Ой, даже не вспоминай. То ли Путин забыл Всевышнего, то ли он кормил телян. Молодец. Вырежем потом. Алекс, вырежешь то, что мы сейчас сказали? А то придется отмечаться где-то там ходить. А теперь мы используем полученное знание, что, оказывается, Путель – это Итро, но в хорошем смысле. Нам становится понятна реакция евреев на поступок Пинхаса. Наверное, все знают, мы учили, есть глава Пинхас, учили много раз. Был руководитель колена Зимри, колена Шимон, который решил жену себе новую красивую получить. Косби. Жена не совсем еврейская, из Медьяна. Тем не менее, в той ситуации Пинхас взял копье и убил и Зимри, и Косби. И евреи очень были недовольны этим поступком. Настолько недовольны, что готовы были убить Пинхаса. И там, именно в том месте, Пинхас 1.1, сразу два или три Медраша, точно написано в Медраше Танхума, точно написано в Медраше Раба. Там интересная вещь написана, что сын Пути, отец его матери, который кормил телят для вода Зара. Он убил целого руководителя колена Израиля. То есть, евреи, которые окружили Пинхаса с окровавленным копьем, начали его ругать и обвинять. Говорит, ну вот, пожалуйста, вылезла родословная, как дедушка кормил телят для вода Зара, ну вот теперь получите, вот он Пинхас. И слово Пути здесь уже тоже появляется. Не Путин, а Пути. Мы все это учили с вами, Пинхас, как это происходило. Зимри, руководитель колена Шимона, взял за волосы или не только за волосы эту Косби, притащил ее к Маше Робейну, показывает ей и говорит, зо асура о мутеры, она мне запрещена или разрешена. Теперь что делать Маше? У него у самого медианитянка жена Ципора, сейчас он скажет, что она запрещена, Зимри скажет, уважаемый Маше, тебе, значит, она разрешена, медианитянка, она мне запрещена. А если он скажет, что разрешена, тогда все, кто поддерживает Зимри, притащат себе медианитянок. Очень тяжелая была ситуация у Маше Робейну. И здесь Зарашемшон пишет, что конкретно в этот момент, буквально в эти считанные минуты, Пинхас удостоился вспомнить Аллаху раньше Маше и Аарона и всего остального Израиля. Представляете, все забыли, а Пинхас единственный, который вспомнил закон. А что за закон? Мы тоже с вами учили. Закон очень интересный. Буквально на иврите он звучит Га Боэль Арамид. Боэль тот, который имеет отношение с Арамид, с Арамейкой. Канаим Погимбо. Ревнители убивают его. Такой интересный закон. Нельзя иметь связь с чужестранками. Такого убивают. И Пинхас не забыл эту Аллаху и убил Зимри, пока все остальные пытались ее вспомнить. В этот момент все евреи, окружавшие шатер Зимри, ну и собственно все, что происходило, это было в центре страны Израиля. Все возненавидели Пинхаса и хотели сказать, что поступок его незаконный. Ну, хорошо сказать, надо доказать, что значит незаконный поступок Пинхаса. Аллаха-то была. О чем думали евреи, которые обвинили Пинхаса в убийстве. Дальше Зарешемшон пытается влезть в голову этих евреев, в кавычках нехороших, на самом деле нехороших, просто они заблуждались. И что им было сказать? И эти все окружающие Израиль, они говорят, невозможно толковать наш посуд, который я только что вам показывал, 6.25, Айлазар и сына Аарона взял себе дочерей Путиэля. В качестве похвалы ни в коем случае нельзя здесь ничего понимать. Понимаете, откуда ноги растут у Раши и Медраша и Бава Батра? Мы растолковали раньше, что на самом деле Путиэля это хорошее имя. Но тогда откуда оно появилось в Талмуде и Бава Батра и у Раши, что нехороший контекст. Вот как раз в этот момент убийства Зимри Козби и появилось такое толкование. Итро был не просто рядовым идолопоклонником, ну мало ли поклонялись идолам, а он был священником Авады Зары. На священник на иврите не Коэн, Коэн это священник в хорошем смысле, скажем так. Я даже не знаю, кстати, интересная тема. Вообще-то священник, со мной христиан, это Комер. Вы часто можете слово услышать. Есть Комер, есть Коэн, а есть Коэн. Коэн это, как правило, священники, хотя, на самом деле, того же Патифара, Патифера называли Коэном, нужно ли, не знаю, это хороший вопрос, нужно задать мудрецу Торы, чем Коэн отличается и тот священник, и тот священник, и Коэн, и Коэн. Так вот, Комер Авадазара, он категорически отличается от простого идолопоклонника, простого любителя Авадазары. Хорошо, но что нам это дает? Какая разница? Если Итро непростой был, то в чем проблема? Кстати, доказательство очень простое. Не написано, что он приносил жертву тельцов, а написано, что он готовил тельцов для того, чтобы другие приносили их в жертву. То есть, вот отсюда мы видим, что он был такой, знаете, организатор идолопоклоннического духа и жертв, и все, что с этим связано. И вывод евреев об Итро в тот момент было следующее. Как Итро, хотел сказать, пастелят, но он их выращивал, можно сказать. То же самое и Пинхас вытворяет. Ничего хорошего дедушку нельзя сказать, ну и сынок пошел в эту же сторону. Вот что говорят евреи, которые окружили Пинхаса. Делаем, Зарашемшон сейчас пытается выстроить психологический настрой или психологический портрет тех евреев, которые поддерживали Зимри, которые осуждали поступок Пинхаса. Это довольно сложно на самом деле. Мы должны оправдать плохие мысли этих евреев. Хорошо, но пока я не вижу оправдания. Я вижу, что он как бы был главным идолопоклонником. А можно это в законодательном уровне продемонстрировать? Можно, говорит Зарашемшон. У нас есть Авадазара 26б, трактат Талмуда Авадазара. И там объясняется слово МИНИМ. Что такое МИН? МИН это в талмудической литературе очень частое слово. Оно означает либо отступник МИН, либо еретик. Я не знаю, какое слово лучше подобрать. Отступник, еретик, МИНИМ. Но написано, Рашик нам кстати пишет, что КМАРИМ ЛЕАВАДАЗАРА, то бишь КОМАР ЛЕАВАДАЗАРА, их тоже можно называть МИНИМами. То есть не только был евреем и ушел из иудаизма и стал МИН. Нет, ни в коем случае. Любого идолопоклонника, но правда непростого, а дорогого, то бишь священника, можно называть МИНом. Представляете? МИНИМ. Это пишут кстати не Раши, это пишет это Раши пишет в АВАДЕЗАРЕ, что священников АВАДЕЗАРЫ, причем как еврейских, так и не еврейских, говорит Раши. Можно называть МИНИМами. Но Тосфот в ХУЛИН 13Б пишет, что если можно сравнивать КОМЫРА АВАДЕЗАРЫ из евреев и КОМЫРА АВАДЕЗАРЫ из не евреев, то есть берем двух священников АВАДЕЗАРЫ, один еврей, а второй не еврей. Так вот, Тосфот в ХУЛИН 13Б пишет, что КОМЫР АВАДЕЗАРЫ среди не евреев гораздо хуже, чем КОМЫР АВАДЕЗАРЫ среди евреев. Как такое может быть, я не знаю. Понимаете, что сейчас? Это удивительное, пишет Тосфот. То есть, если у нас есть два священника культов, один еврей, второй не еврей, то не еврей гораздо хуже, чем еврей. Надо считать, что, пишет Тосфот, более конкретно изучать этот лист Толмуда. А как в качестве продолжения, на другом листе Толмуда АВАДЕЗАРА мы читаем, что если МИН, то бишь, еретик, не простой, а священник, то у него нет возможности сделать шугу. Вот такой длинный рассказ, он приводит к очень простой идее. Если человек поклонялся идолам, у него есть возможность сделать шугу. Если человек не просто поклонялся идолам, а был священником поклонения идолов, невозможно ему сделать шугу. Дальше он приводит ссылку, ну это написано ВОДАЗАРА 16, 16, а откуда это взято? Вот отсюда, смотрите, из Мишли. Мишли 2,19. Никто, исходящий к ней, не возвращается и не обретают они вновь путей жизни. Мудрецы говорят, что кто такая она, куда входящие к ней? Они говорят, что это руководство АВДОЙ ЗАРОЙ. Это значит, быть священником выдало поклонствие. Из Мишли, из Соломона. Вот как интересно. Оказывается, это большая разница, что Итро был не просто идолопоклонником, а выращивал телят. Он был руководителем этого культа. Делаем маленький промежуточный вывод. Евреи были не просто уверены, они считали себя правильным ругать Итро, потому что он был священником идолопоклонства. Он не мог сделать полноценную шугу, потому что не мог полностью забыть Шема Вадазара. Он не мог полностью забыть имя идолопоклоннического культа. Безнадежный случай. Понимаете? То есть когда человеку выдают уже белый билет, все, шува невозможна. Поэтому ругать можно его, применять слова не просто, которые Раша написал, кормил телят, а мне кажется, можно было другие слова, более серьезные, более грубые. Поэтому они думали, типа евреи, которые кружили Пинхаса, слово Путиэль, имя Путиэль, ни в коем случае нельзя переводить забыл о Вадазара. Они же знали это слово Пута забыл, но для Итро оно не годится, потому что он не может забыть о Вадазара. Но если Итро не мог сделать полноценную шугу, вы зададите мне вопрос, то при чем тут его дочери? Если бы Итро был, скажем так, папой, и Пинхаса, мы бы о чем-то разговаривали, но между ними целое поколение, мама могла мама Пинхаса нормальной быть, порядочной женщиной, которая прошла геюр, она хорошая, она точно не пошла по пути своего отца, не имела понятия, как выращивать телят, и Элазар мог спокойно жениться на одной из них, тем более уже еврейка во втором поколении, да? Какие вопросы вообще могут быть? Почему тут Итро дедушку вспоминают? А мы знаем, что это непонятно, может быть это дедушка, может быть и прадедушка. И что ответят тогда евреи, которые окружили Пинхаса? Они говорят, ааа, Пинхас, вот что ты говоришь, если ты считаешь, что дочка Итро стала хорошей еврейкой, и теперь нормальной у нее родился Пинхас, то и Косби тоже, возможно, прошла гею и вышла замуж за Зимри, и Зимри имел право жениться на ней, а Пинхас, нехороший человек, взял Ридиска и убил двоих. Мы видим здесь сумасшедшую находчивость защитников Зимри. Она такая, знаете, даже немножко с извращением эта находчивость. Косби, оказывается, это праведная женщина, которая прошла гею. А Зимри, это вообще праведник, глава колена Шимон, делал все по закону. А Итро, это полный грешник, священника Вадазара, он шубу сделать не может, а еще и внука такого воспитал, пошел по его тропиночке, Пинхаса, убийца, налево-направо убивает. Поэтому они сказали, вот видите, убил колену глава Израиля, точка. На этом закончился Зера Шимшон. Впервые, смотрите, Зера Шимшон, я уже изучаю три года, но такой конец, и поэтому они сказали, видите, он убил главу колена Израиля. Все, следующее, это мы закончили спятую, переходим к шестому Маамару. Самая интересная кульминация, а Зера Шимшоном ничего не объяснил, ну хотя он как бы кое-что объяснил, но можно как-то, извините меня, ну конец подкачал, сделать как-то подытожить. И это интересная тема. Почему он это так сделал? Ну, в любом случае, я думаю, что у него есть шансы рассчитывать, у Зера Шимшона, что мы читали Тору и знаем, чем закончился поступок Пинхаса. Вся эта история закончится хэппи-эндом. Сам Всевышний одобрит поступок Пинхаса, он сделает его коином, он заключить с ним заветы и так далее, и так далее. Во всех смыслах будет хороший конец. И большинство народа, к сожалению, то, что не написал Зера Шимшон, потому что, я понимаю, у него язык не поворачивался, написать, что большинство народа ошибалось. Но у нас язык поворачивается, и мы скажем, что большинство народа в тот момент ошибалось насчет Пинхаса. А можно вопрос сразу? Понятно, что глава Пинхаса еще далеко у нас, но ты затронул эту тему, исходя из комментариев Зера Шимшон, то, как закончился 5-й Маамар, получается, что люди действительно считали, что Пинхас поступил неправильно, никто не высказался в защиту, и тогда потребовался Всевышний, который должен был сказать, потому что ребята, давайте как-то по-другому этот вопрос решать. Так получается? Это феноменально. Вот. Это такой вот интересный сегодня Зера Шимшон. Я надеюсь, вам понравился. Напомню совсем. Я буду для того, чтобы что-то оставалось в памяти, будем обобщаться вам в конце. То есть Зера Шимшон предложил нам послуг с начала истории 6.25, где впервые мы встречаем странное имя Путейль. И это само по себе очень странное имя, но Раши еще более странное. Он нам дает два объяснения на слово Путейль. Это Итро и это Йосеф. Но если по Йосефу нет вопросов, Раши нашел, что Пит-Пет это оказывается обуздать свое дурное начало, и поэтому Путейль. А второе непонятное рашевское объяснение, что Пит-Тем это кормил тельцов для воды Зары. это оказывается Итро. Зары Шемшона не понравилось, что сказал Раши про Итро. Он его не понял. И он говорит, что ни в коем случае нельзя напоминать недавно прошедшему Геюра о его прошлых поступках. Это некрасиво. Это подобно убийству. Это противозаконно. И он доказал нам из трактата Бава Мэтье. и после этого он приводит нам сумасшедших и душ. Оказывается, слово Пути-Эль имеет корни Пути. Согласитесь, это гораздо ближе рашевского Пит-Эм. Буква М у Раши появилась, а в Пути-Эле нету. Нету Пути-Мэль. И это лучше, чем Пит-Пет, потому что в слове Пути нету Пути-Эль. Понимаете? Удвоение Пит-Пет. То есть Пути-Эль оказывается от слова Третьему уже от Зера Шемшона. Пути-Эль назван так, потому что он забыл Башков. Он забыл Авадазара. Ну и дальше он объясняет, откуда тогда, если Пути-Эль это хорошее имя, то откуда вдруг Пит-Эль нашлось у Раши объяснение по поводу Тельцов. И он привел Зера Шемшоном это объяснение, откуда оно выросло. Откуда ноги растут у этого в кавычках нехорошего объяснения про Пит-Эль. Они растут как раз из той ситуации с Пинхасом. Самое начало главы Пинхас, где, к сожалению, произошло такое недовольство большинства еврейского народа. То есть недовольство было, случай такой был с Пинхасом, и он остался в памяти народа. И он перешел к нам в Талмуд, и он перешел из Талмуда в Раши. А на самом деле, говорит Зера Шемшоном, ни Раши, ни Талмуд, конечно же, не могли думать, что Итро здесь в каких-то плохих красках рисуется. Наоборот, Итро очень хороший человек. Вот такой интересный Зера Шемшон. Я выключаю, готов ответить на ваши вопросы 2-3 минуты, и потом идем дальше. Итро. Продолжение следует...